Всем привет, друзья! С вами снова я, Вячеслав Исмаилов или Живия. Сегодня у нас вот такая есть машиночка. И чем мы сегодня займемся, стажер, а? Ремень генератора делать. В смысле? Ну, порвался он у нас. Все, нету его, видишь? Я хотел покататься вообще-то на машине. А вот не получится. Генератор не заряжает. Генератор не заряжает аккумулятор, значит проедем мы недолго. А вообще, на самом деле, ситуация такая может произойти с любым и с каждым. Ну, у кого не случалось такое, что едешь, едешь и оборвало генератор. Если у вас какой-нибудь российский автопром, почему бы нет? Но на самом деле существует целое множество способов эту историю починить подручными средствами. Кто-то там придумывает, что можно и колготками, и стяжками, и всем-всем-всем-всем-всем. Но, как правило, как мы всегда знаем, что когда мы это устанавливаем, все это рвет или не заряжает. Сегодня поэтому мы решили вместе с нашей командой проверить, насколько на самом деле что-то вообще подходит вместо оригинального ремня генератора. Да, ситуация грустная. Вот он наш вал, а вот генератор. Не работает, потому что ремня нету. Давайте подумаем, чем мы его можем заменить, если бы его оборвало. А его на самом деле у нас реально оборвало. Ну вот, едем, генератор оборвало. Чем ремень-то можно заменить? Его же под рукой-то нету. И штанов веревкой. Ну да, в принципе, почему бы не попробовать. Первое, что приходит на ум, это какая-нибудь веревка. Давайте поставим, посмотрим, будет ли работать. Больше всего меня смущает вот этот узелок, потому что... Да и не смотри ты на мой узелок. В принципе, установка-то это легко. Нужна только какая-нибудь палка подлиннее, как рычаг. Да и одного ключа будет достаточно, чтобы заремнить ремень. Ну вот, получается, это дело мы установили. Натянули, как могли. Ну, посмотрим, поработает, не поработает. Давай, стажер, заводи. Не, вообще не пошло. Натянули посильнее, точнее, дали уже максимальное натяжение. Проверим еще раз. Опа, 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 опа. А процесс-то пошел, друзья. Надо было, оказывается, подтянуть. Зарядка идет очень плохо, лампочка моргает. Да? Давай посмотрим, посмотрим, как идет зарядка генератора. Короче, заряд очень плохо идет, потому что, видимо, немножко, немножко проскальзывает у нас это самое. Опа, прям гастет. Опа. Все, 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 все. Это были еще даже не максимальные обороты. А я думал, слушайте, по узлу порвется. А нет, просто порвалось. Ну, короче, лайфхак такой себе. О, какая она горячая, ребят. Очень теплая, на самом деле. Но она растягивается, это раз. И два, то, что она проскальзывает, не дает устойчивой работы генератора. Короче, веревка твоя и штанов не пойдет. Не годится. А как ее обратно сейчас в штаны? Вставляй. Ну, что ты ее греешь? Все, давай, глуши ее. В смысле? Давай, глуши. Ты что, в смысле, зачем? Ты что, вообще не знаешь, что сейчас новый закон ввели о том, что вообще нельзя на холостом ходу машины держать на руку. А откуда я буду это знать-то? Ты что, вообще политикой не интересуешься? Нет, это сложно. Везде ее объясняют, там такие тома, это сложно. Да ты просто на канал Дума ТВ не подписан. Там все очень грамотно объясняют. И вы, кстати говоря, тоже, если до сих пор не подписаны, переходите по ссылочке и обязательно подписывайтесь на канал Дума ТВ. Что обсуждается в стенах Госдумы? Какие решения принимают депутаты? Все это и многое другое просто доступно. И самое главное, интересно, вы узнаете на канале Дума ТВ. Поэтому подпишитесь точно так же, как это сделал я. Веревка не канает, потому что она скользкая. Нужно что-то, у чего зацеп большой. Что-то типа резины. Провода. Точняк! Подойдет? Да. Давай установим. Все, установили. В принципе, натянуто хорошо. Вон, как струна гитарная. Почему бы и нет? Видели провода вместо ремня генератора? Может, это и рабочий лайфхак. Давайте заведем и проверим. Да что-то странное происходит. Давайте пос... Ну, вроде бы генератор крутится. Давайте посмотрим, что у нас... А, уже не крутится. Ну, ладно. Недолго они продержались. Но здесь... Ну, короче, были такие... Была такая сдвоенная пара. Здесь завязана. Но опять же, вон, оно начало по узлу биться. И все это уничтожилось. Вряд ли у вас в каких-то подпольных, подручных, полевых условиях получится аккуратненько спаять провода, чтобы они были... Хорошо держались. Поставь провода обратно, у меня печка не работает. Все, понял. Сейчас установлю. Фиг знает, что с этой ситуацией делать. Слышишь? Я тебя вообще не узнаю. Почему? Ну, в любой проблеме что помогает? Да много что. Скотч. Давай сделаем ремень генератора и скотча. Скотч и изолента, да. В принципе, все можно сделать из скотча и изоленты. И все самое главное, можно починить. Давай, выматывай. Хорошо. Ты вот здесь сделай. Так, сейчас замер. Очень точные замеры нам нужны. Такс. Такс. Оп, 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 оп. Хорошо. Мотай. Хорошо. Вот такой вот у нас будет ремень. Давай, 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 давай. Вот так. Вот. Ну, все. Аккуратненько его давай. Вот так вот. Еще скомкай. Все, да, все. Скомкал. Можно устанавливать. Думаю, это сработает лучше всего. Потому что у него и зацеп очень хороший. И довольно крепкий. Да. Думаю, сработает отлично. Он еще и шире. Так что он точно возбудит генератор. И он будет заряжать. Все. Встал как родной, ребят. Просто идеально. Посмотрите. Все суперски. Не проворачивается, ничего. Держится нормально. Зацеп хороший. Заводи двигатель. Работает. Работает? Да. Ну да, обращение очень мощное. Да, блин. Не работает. Порвалось. Ааа, смотри, как это намотало. Блин. Он, короче, смотри. Вот отсюда посними оператор. Вон, видал, короче. На генераторе половина скотча осталась. Ой. А как так? Ну вот, поел, видимо, генератор этот скотч и не фартануло. Недостаточно он крепкий. Надо что-то, что-то... Это вам не трос и скотча, да, помни? Да. Он теплый. Да, все хорошо. Он расслабился. Он сгреется. На туре просто заж... Вот, е-мое. Хорошо, вот так пожевало. Да, надо было по технологии, как мы делали трос и скотча, вот в этом видеоролике. Посмотрите. Если не смотрели, очень забавный вестелый ролик, потому что получился. Там-то лайфхак, кстати говоря, оказался рабочий, по-моему. А этот не совсем. Да он же горячий, блин, ты че? Короче, нам надо что-то покрепче. Вот знаешь, что самое крепкое у нас есть в гараже? Металл. Какой-то металл. Может быть... Проволока. Давай возьмем проволоку. Проволока, проволока. Ну все, установили. Это самый лучший вариант. Вообще натяжение мощное, да. Да, ништяк, я думаю, это вот просто вот сработает. Это точно сработает. Срабатывает, слышите, нет? А что ли так-то? Это вообще же не сработает. Сработает. Запускай. Крутит. Крутит, 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 крутит. Работает? Нет. Нет? Но он как-то очень плохо работает. Дай газу. Нет, вот так нормально. Но не работает. Спинь клемму. Да нет, он не проворачивает. А его порвало или... Очень странно, да. То крутит, то нет. Ну заглуши. О, какая горячая-то. Прям отсюда тепло чувствуется. Давай. Это трэш. Вообще. Ну, блин, короче, никуда это не годится на самом деле. Мы так стопудово либо генератор, либо вал до такой степени наточим. А я даже какие-то искорки видел. Да? Что-то мне показалось, не знаю. Нет, никто не видел. Вот, по-моему, отсюда что-то шло. Может быть, как от болгарки. Ну да, шлифовало просто, мне кажется, хорошенько так. Короче, вариант не рабочий. Ну, по крайней мере, надежный. Не сорвало. Но он не заряжал, да? Изоленту надо было обмотать просто. Не, он заряжал. Нет. Вообще не подходит. Стажер, ну, помимо скотча, что еще все что угодно починит? Думаешь, я дуру чем? Стяжки. Стяжки все, что хочешь, починят. И, в принципе, если их замотать вот в такой кружок, главное все сделать по размеру. Натянуть. Если что, подтянуть можно. Да, всегда можно подрегулировать этот вопрос. Ну, давай восстановим, посмотрим, как стяжки себя будут вести вместо ремня генератора. Вот они мои стяжечки. Стяжками можно починить все, что угодно. Давай, запускай. О! Заглухай. Как-то быстро. Блин, порвались. Хлоп и все. Да их даже хлоп на меня было. А, не, можно еще починить, ребят, не переживайте. Сейчас мы обратно вставим. О, многоразовая штука. Еще раз попробовали мы с этими стяжками. Едва запускаешь двигатель, она улетает в любом случае. Не держится там она. Ее не натянешь достаточно сильно, чтобы создать достаточно натяжения, чтобы генератор приходил в возбуждение и начинал заряжать аккумулятор. Не получается, потому что, ну, вот так вот. Остается, знаете, такой самый проверенный, самый народный метод. Это капроновые колготки. Причем ситуация вообще может быть абсолютно банальная. С девчонкой на тазе выехали покататься, да, поудивить решили даму сердца своего. И это замечательный повод ее раздеть. Ну, в смысле, чтобы генератор починить. Чего быстро начинать? Знаете, честно вам скажу, такими вещами я до этого не занимался. Пришлось технологию, так сказать, разрабатывать заново. Хотя наши деды знали, как правильно снимать колготки и их использовать. Но мы отрезали одну, так сказать, колготину и ее насадили вот сюда, так сказать. Скрутили, свертели и вроде бы натяжение, ну, не то чтобы прям очень-очень, но достаточно, думаю. Тут надо проверять. Давай, запускай, посмотрим, что у нас получится. Клемы! Чего? Клемы? Еще и клеммы у нас. Клемы. Ну, ладно, тогда еще какой-нибудь анекдот расскажу. Сейчас мы за кадром шутили. Типа, вот, поломались мы, короче, с девчонок это дама сердца, да? Ты говоришь ей, снимай колготки. Она такая, ох, и наконец пришился, да? А ты у нее берешь колготки, и идешь в генератор пить. Запускаем на такой веселой ноте. Опять клеммы? Да, ты что, мне еще не надо? Еще они нагревают? Я здесь, сколько тебе? Можно еще вторую колготину, ребята, использовать, если это... Если она у вас останется, как кот у нас, вот таким вот образом. Чего? Армян? Почему армян? Не знаю, на кого похож. Ну, короче, многофункциональная очень вещь на самом деле. Не появляется зажигание? Ты починишь клеммы, нет? Чего тут, каламбур устраиваем? Мы тут серьезные эксперименты и лайфхаки проверяем. Зажигания нема. Зажигания нема? Нема. Ну, зашибись, давай еще и зажигание починим. Чем и... Правда-то, зачем это ревал? Оказывается, не на печку было. А-а-а. Все, починили зажигание. Запускаем. Работает! Работает? Да! Ну, и уверенно вертится. Давайте взглянем, насколько хороший у нас заряд. О, действительно, не горит почти. Ну, по крайней мере, это самый лучший результат. Еле-еле. Почти заряжает, я бы сказал. Пойдем посмотрим. Не, ну, генератор крутит нормально. Может быть, это и датчик врет немножко. В принципе, это самый лучший результат, я бы сказал. Блин, все-таки старые советские дедовские лайфхаки самые актуальные получаются. Ну, это реально самый уверенный ход из всего того, что мы сегодня испытывали. Да, механик? Да. Работает? Ну, давай, вжарь! Потрясающе! Все, глуши. Порвались. Порвались. Еще и закипели. Просто, когда генератор... Да. Ремня-то нет, жаривать-то не надо. А, так она просто развязалась. Можно, в принципе, починить и снова поехать дальше. То есть, в принципе, доехать до ближайшей какой-нибудь, не знаю, магазина, да, где продаются ремни генератора, можно, наверное, так... Можно доехать на аккумуляторе и потом купить новый аккумулятор и ремень генератора. Нифига себе, откуда столько денег-то? В общем, какие мы можем сделать выводы из этого эксперимента? Что экспериментировать, в принципе, не стоит, потому что это, как бы, бесполезно. Но старый дедовский способ, как правило, всегда самый верный. В критических ситуациях самое то, на самом деле. Ну, блин, а что, если это лето и девушка без колготок? Уплотнитель. Мы же не проверяли его. Кто-нибудь проверит, напишет в комментариях. Ну, у девушки всегда с тобой должны быть трусы. Что ж, надеюсь, вам в любом случае было любопытно и интересно, смешно самое главное. Может быть, кому-то даже и полезно. Мало ли, у вас были тоже какие-то мысли в голове, может ли что-нибудь вам заменить ремень генератора. Мы показали, что только капроновые колготки, в принципе, адекватно работают. А еще не забыли написать в комментариях, что можно еще использовать вместо ремня генератора. В итоге, да, все-таки мы пользовались какой-то старой школой. У нас же подрастает новое поколение, да и жиговоды сейчас, вон какие современные все. Так что, ребят, если у вас есть свои методы, которые проверены и которые стопудово работают, пишите об этом в комментариях. И если они будут действительно интересны, если мы наберем кучу разных методов, мы их проверим в нашем видеоролике, вам поставим сердечко в комментариях, а кому-то даже ответим лично. В любом случае подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать те видеоролики, которые уходят каждый день специально для вас. А с вами был я, Вячеслав Исмаилов, или живи, я стажер и механик. Пока-пока-пока. Эти видеоролики, кстати, очень крутые. Советую тебе их посмотреть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok